Вот в таком махровом халате сплю. Под ватным одеялом. Болели уже, гриппом болели. Из-за холодных батарей Гулюсе Нургалеевне теперь даже внучку не приводят. В квартире не намного теплее, чем на улице. Между тем, отопление в доме дали еще на прошлой неделе. Нет его только в четвертом подъезде. И когда оно появится, управляющая компания не говорит. Я вот неделю уже звоню. Они берут, говорят, слесари двое, только не успевают. Дойдут, ждите. А сегодня звонили? Сегодня тоже звонила. Трубку берут, сбрасывают. Мы звонить не стали. Отправились в управляющую компанию без приглашения. Здесь нам сообщили, тепло подано во все дома. Но вот до всех квартир оно, к сожалению, не дошло. Причина – пусконаладочные работы. Чтобы система начала стабильно работать, необходимо время. Нужно просто немножко подождать. Во всех домах присутствует отопление. На воде в дом есть, через узел оно прошло. Это отопление есть. Но вот есть завоздушивание стояков. Сейчас все работают в аварийном режиме. Вывели дополнительных слесарей, вывели, значит, кто в отпусках был, еще что-то. Для того, чтобы наладить эту работу и привести все в соответствие. Сказать, конечно, что когда будет тепло во все, когда она дойдет к квартире, но мы надеемся, что в ближайшее время мы берем для себя, ну, наверное, я думаю, день-два, ну, три, для того, чтобы довести эту работу до конца. Мерзнут не только жители, чьи дома обслуживает управляющая компания «Жилтехсервис». С самого утра телефон нашей телекомпании буквально разрывается от звонков. Школьный бульвар, юности, Чебинская. Список, где люди так и не дождались обещанного до 1 октября тепла продолжает расти. Кстати, в администрации города об этом знают и также предлагают подождать. Управляющая компания и теплоснабжающая организация на данный момент приказами выведен весь обслуживающий персонал в круглосуточном режиме. осуществляется ежедневно, мы проводим штабы по пуску тепла, для того, чтобы отрабатывать острые моменты. На данный момент ведется работа постоячно. Если где-то есть вопросы по квартире, на единичные случаи, необходимо обращаться в службу 072. Колл-центр принимает заявку и у нас работает система «Открытая Нижнеканск», после которой данная заявка поступает в управляющую компанию и в регламентный срок устраняется заявка по отоплению в том числе. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР.